Всех приветствую и предлагаю итоги ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов между Реалом и Баварией. Начало первого тайма сразу подарило надежду, что будет игровое продолжение в стиле первого матча, сыгранного в Мюнхене. Однако постепенно игра превратилась в упорную тяжелую спортивную борьбу по перетягиванию инициативы, в которой команды буквально повязали друг друга, не давая сопернику спокойно по футбольному дышать на любом участке поля. И все-таки Мадрид был ближе к голу по итогам первых 45 минут, которые завершились 0-0. Второй же тайм в полной мере компенсировал зрителям то, что они недополучили в первом. И прошел уже с реально более ощутимым игровым превосходством хозяев Бернабеу. В нем Венисиус с первых минут буквально затерзал Химиха на левом фланге и казалось, что вот-вот случится гол Реала. Однако сначала сработала контратакующая тактика Томаса Тухеля и Бавария повела в счете с голом Альфонсо Дэвиса на 68-й минуте. Но не проиграть в этот вечер, который длился 105 минут, немецкому гранду не удалось. Сработала, как считается, магия Сантьяго Бернабеу. И мадридцы за счет сначала ошибки Нойера, а затем при помощи Вара смогли таки записать на свой счет два гола. На 88-й и 91-й дважды отличился вышедший на замену форвард Хоселу, втащивший команду Карла Анчелоти в очередной финал. Думаю, абсолютно заслуженно. Хотя вопросы по судейству после окончания игры, конечно, есть. Кто не смог увидеть этот матч в прямой трансляции, посмотрите обязательно в записи. И сделайте выводы о справедливости результата самостоятельно. Мне кажется, у каждого, в зависимости от симпатий и закончовки этого потрясающего матча, итоговое мнение будет своим.